Славься Бог Добрый день, дорогие братья и сестры. С вами православная программа «Преображение». Недавно состоялась российская премьера художественного фильма «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева. Эта кинокартина является авторской интерпретацией истории библейского персонажа Иова, поданной в условиях современной России. Пользуясь случаем, мы обсудим данную кинокартину, которая вызвала широкий резонанс и различные мнения в обществе. В студии магистр богословия протеерий Дмитрий Придеин. Здравствуйте, тетя Дмитрий. Добрый день, Николай. Тетя Дмитрий, расскажите, чем известен режиссер фильма Андрей Звягинцев. Андрей Звягинцев – это очень талантливый российский режиссер. Не так много фильмов он снял, но каждый из них по-своему интересен и значительен. Эти фильмы – «Возвращение», «Изгнание», «Елена» и, собственно, «Левиафана». В среднем, с интервалом в 4 года, Андрей Звягинцев снимал свои кинофильмы. Я бы сказал, что есть в них одна общая черта. Это то, что каждый из них затрагивает социальную проблематику. Эти фильмы являются глубокими, драматическими. В каждом из них, я бы сказал, даже есть какая-то трагедия. Они довольно тяжело воспринимаются сознанием, но зато они врезаются в память, они оказывают определенное моральное воздействие на зрителей. И вот как раз я бы сказал, что «Левиафан» – это кульминация в каком-то смысле творчества Андрея Звягинцева, потому что в этом фильме доведены до предела струны напряжения человеческих душ. Здесь показана душераздирающая трагедия ни одного человека, а целой семьи. И потому в каком-то смысле это есть пик творчества режиссёра. И, наверное, то, что этот фильм стал самым известным, уже сейчас видно, что он приобрёл наибольший резонанс, это вполне объяснимо. Чем примечательна история создания фильма? Это отдельная интересная тема, потому что, я не знаю, как было с другими фильмами Андрея Петровича Звягинцева, но здесь была довольно любопытная предыстория. Потому что в 2008 году, как это известно, Андрею Звягинцеву рассказали историю американского сварщика Марвина Химеера, который, будучи обижен заводом цементным, который решил у него отнять том, он, не будучи в состоянии оспорить это решение в суде, свой протест выразил тем, что забрался в бульдозер, разломал этот завод и ещё многие другие постройки, и, в конце концов, покончил с собой. Этот случай был очень известен, о нём говорили в новостях. И когда этот случай стал известен Андрею Звягинцеву, он загорелся мыслью снять фильм на эту тему в Америке, в Соединённых Штатах. Но вскоре он ознакомился с новеллой Генриха фон Клейста, которая называется «Михаэль Кульхаус». И там описывалась очень сходная ситуация. И тогда Звягинцев понял, что фактически это сюжет, который выходит за рамки какой-то одной страны, одной культуры, что он может воспроизводиться на самой разной почве, что это действительно тема, которую вполне можно рассмотреть и в российском контексте. Потому что социальная несправедливость повсеместно встречается на планете Земля. И в России её, как минимум, ничуть не меньше, чем в той же Америке. И он решил, что нужно снять этот фильм именно на территории России. Осталось только определиться с конкретным местом. Ему хотелось именно в рамках его концепции этого фильма найти какое-то место с нетронутой, первозданной природой. И он нашёл это как раз на берегу Баренцева моря, в нескольких местах. Он там снимал свой фильм. И одной из визитных карточек этого кинофильма стали как раз прекрасные живописные пейзажи, которые отличаются вообще своей необычностью. Природа вот этого севера России, Кольского полуострова, Мурманской области, она не похожа ни на какую другую. Так что этим он добавил ещё колорита своему произведению. Расскажите вкратце о сюжете фильма. Сюжет фильма состоит в том, что некий простой человек, Николай Сергеев, является автослесарем в приморском городке, в российской глубинке. Он живёт со своей супругой и с сыном. Это у него вторая жена, так что сын не является для неё родным сыном. Это как бы для его супруги приёмный сын. И вот история этой семьи, которая и так, в общем-то, была не очень благополучной, но она полностью ломается, жизнь этой семьи, именно вследствие того, что мэр этого города захотел отнять по каким-то причинам дом и участок земли и мастерскую, которая принадлежала Николаю Сергееву. И он это делает совершенно беззаконным способом. Предлагает крайне заниженную цену за всё это имущество, деньги, за которые нельзя купить квартиры в городе. И это вызывает справедливое возмущение главного героя. Он пытается судиться, но проигрывает два суда и понимает, что всё заранее предрешено в этих судах, потому что мэр имеет намного больше шансов подействовать на судебных исполнителей, на тех, кто выносит приговоры. И тогда Николай Сергеев обращается к своему другу, старому армейскому, который стал известным в Москве адвокатом. И тот откликается на его просьбу, приезжает и предлагает ему решение проблемы через поиск компромата на этого мэра, находит этот компромат и пытается шантажировать мэра, чтобы он выплатил справедливое вознаграждение возмещения денежной за всё это имущество. И таким образом проблема будет решена. И вот вначале мэр испугался и уже готов был пойти на такой шаг, но потом посоветовался со своими друзьями подручными, с коррумпированной верхушкой этого города, с прокурором, с начальником милиции, с судьёй, и принял решение, что всё-таки не нужно ему идти на поводу у шантажиста, тем более что местный архипастер вдохновил его на решительные действия, призвал его проявить силу, и этот силовой вариант как раз и избирает мэр. Он заманивает в безлюдное место этого адвоката Дмитрия из Москвы, и там его избивают и угрожают ему смертью. И вот неизвестно, как дальше ситуация бы развивалась, но становится известным, что пока происходили все эти события, московский адвокат, друг главного героя, вступил в прельбодейную связь с его супругой. И таким образом, когда об этом стало известно Николаю Сергееву, главному герою, между ними возник вполне ожидаемый конфликт в такой ситуации, и дальнейшие отношения стали просто невозможны. Адвокат уезжает обратно в Москву, а ситуация полностью становится проигрышной для Николая Сергеева, тем более что она ещё усугубляется гибелью при невыясненных обстоятельствах его супруги. И в смерти его жены обвиняют его самого, потому что ему подбрасывают молоток, орудие преступления, который якобы именно был на месте её убийства. И таким образом заканчивается всё безутешным финалом. Самого главного героя садят в тюрьму на 15 лет, его сына несовершеннолетнего друзья берут к себе домой, то есть оформляют на него права, опеки. И вся эта ситуация завершается проповедью о добре и справедливости того самого архипасторя, который и инициировал всю эту ситуацию, который повлиял таким образом на мэра этого города. А характеризуйте, пожалуйста, образы главных героев. Это очень неоднозначные фигуры. Если внимательно проанализировать эти персонажи, то мы обнаруживаем, что полностью положительного героя в этом фильме нет ни одного. Они все по-своему люди довольно симпатичные, которые вызывают сочувствие, сострадание, жалость телезрителя. Но объективно ни один из них не является по-настоящему позитивным героем в строгом смысле слова. У каждого есть свои недостатки. Это касается даже не только героев, которые несут именно отрицательную нагрузку как мэр города, но даже и те, кто является пострадавшей стороной. Тот же самый Николай Сергеев, который является хроническим алкоголиком и человеком неуравновешенным, который сквернословит постоянно. И даже сын его, который тоже далеко не лучшим образом ведёт себя по отношению к его законной супруге, к своей мачехе. И сама его супруга, которая идёт на грех, при любодействии изменяет своему мужу. То есть все эти персонажи, они очень реалистичны. Именно, наверное, в силу того, что каждому из них присущи как позитивные, так и негативные черты характера. Но в этом есть и свой недостаток, потому что мы не находим ни одного по-настоящему светлого пятна вообще среди героев этой киноленты. И остаётся впечатление о том, что на кого же вообще тогда равняться? Если мы считаем, что кинематограф несёт в себе какую-то воспитывающую функцию, то непонятно, к чему нас может привести, что в нас должно воспитать именно такое произведение, в котором нет ни одного по-настоящему положительного героя. В чём состояла проблема выхода в прокат кинофильма «Левиафан»? Главная проблема состояла в той ненормативной лексике, которой слишком много в этом фильме. И мне кажется, что всё-таки явный избыток нецензурных выражений имеет место в диалогах главных героев. В этом, по-моему, не было никакой необходимости. Можно было подобрать какие-то другие, более щадящие слух выражения для того, чтобы передать те же самые мысли. Я могу понять в каком-то смысле кинорежиссёра. Он хотел придать именно черты максимального реализма своему кинофильму. И раз всё это имеет место в жизни, то почему это не может быть изображено в кинокартине? Но всё-таки мне кажется, что это оскорбляет слух. Те же самые матерные выражения мы действительно слышим практически каждый день, выходя на улицу. Если проходят какие-то люди, которые привыкли злоупотреблять такими выражениями, то мы невольно всё это воспринимаем. Но всё равно мы это воспринимаем как какое-то неизбежное зло в нашей жизни. То есть мы не можем постоянно ходить с закрытыми ушами или не можем каждый раз одёгивать таких людей, чтобы они при нас не сквернословили. Но зачем это именно с экрана кинофильма демонстрировать всему сообществу? Мне кажется, что в этом всё-таки есть какой-то перегиб. И в любом случае, с точки зрения церкви, сквернословие является грехом. Поэтому когда этот грех столь явно демонстрируется, возникает вопрос. Если, скажем, другие грехи персонажей, такие как прелюбодейство, например, кинорежиссёр счёл, необходимо показать всё-таки довольно целомудренно. То есть он показал, что грех был, но без лишних подробностей. Тогда зачем он этот грех сквернословия показывает настолько откровенно? То есть надо всё-таки было уже соблюсти вот это бережное отношение к зрителю, к его нравственности до конца, во всех отношениях. Какими характерными особенностями обладает фильм Звягинцева? В этом фильме много недосказанных моментов. Если внимательно его посмотреть, то возникают вопросы, на которые в пределах самого фильма мы не находим окончательных ответов. Например, не совсем понятно, почему мэр города, каким бы он ни был отъявленным злодеем, почему он так захотел незаконно приобрести именно этот дом, именно этот участок. Судя по кадру, вокруг было много другой свободной земли, совершенно не обжитой. Там не было вообще никаких строений. Почему ему нужно было именно вот этот кусочек земли заиметь, это не совсем ясно. Возможно, конечно, он решил пойти на принцип, и ему хотелось именно из каких-то его садистских наклонностей причинить вред именно этому человеку. Но всё-таки здесь уже есть, по крайней мере, какая-то недосказанность. И не совсем объяснено это в самом фильме, почему именно так ему захотелось поступить именно с этим человеком. Кроме того, не совсем ясна ситуация с правящим архиереем. Хотел ли на самом деле он с самого начала эту землю использовать для строительства храма? И был ли об этом у него с самого начала договор с мэром этого города? Или это уже в процессе появилось такое решение? Это тоже остаётся непонятным. Соответственно, степень вины архиерея во всей этой трагедии, она тоже остаётся не до конца выяснена. То есть то, что есть определённая вина, это точно. Но до какой степени всё-таки архиерий был посвящён в подробности всего этого процесса, это остаётся неясным. Также непонятно, почему Лилия Сергеева решила изменить своему супругу. То есть её мотивы, они остаются не вполне выясненными. То есть понятно, что да, у неё не было горячей любви к своему супругу. Но всё-таки что её сподвигло пойти на этот шаг, изменить мужа, который явно её любил и о ней заботился, ради которой, собственно, он и вёл всю эту тяжбу, потому что он хотел сохранить этот свой маленький мир, мир своей семьи, жизни в этом доме. Вот это тоже вопрос, который мне лично показался не вполне освещённым в этом кинофильме. Так что вот эти вопросы, возможно, режиссёр специально оставил их не до конца прояснёнными, чтобы оставалось пространство для полёта фантазии, для воображения кинозрителя. Но есть в этом всё-таки, мне кажется, и некоторый недостаток. Как раскрывается проблематика взаимоотношений человека с государственной властью в данной кинокартине? Здесь эта линия отношений между человеком, простым человеком и государством является, может быть, самой главной. Надо сказать, что самоназвание фильма «Левиафана» непосредственно востекает к библейскому тексту, потому что в книге Иова упоминается некое хтоническое древнее чудовище, непобедимое, которое только Бог может его победить, которое называется «Левиафаном». И это связано, конечно, в целом с историей праведного Иова, который претерпел страшные искушения, смог их преодолеть, сохранив веру в Бога, и за это был в конце книги Богом вознаграждён. И вот здесь, как бы на совершенно новом этапе, совсем в другом контексте воспроизводится история страданий человека, казалось бы, совершенно им незаслуженных, внезапных для него, неожиданных. И проводится, конечно, параллель с этим древним библейским персонажем, праведным Иовом. Но вместе с тем есть тут и другая линия параллели, потому что известный английский мыслитель 17 века, Томас Гоббс, написал книгу, которая так и называется «Левиафан». И для него «Левиафан» — это государство, самое холодное из всех чудовищ. Это именно для человека непреодолимая сила, которая в каком-то смысле получает свою силу от самого человека, потому что каждый из членов общества делегирует часть своих прав именно государству, для того чтобы государство могло его защитить, чтобы государство регулировало межличностные отношения в каждой отдельно взятой стране. И вот это чудовище, оно является, с одной стороны, для человека злом, но, с другой стороны, без него было бы еще хуже. Было бы состояние войны всех против всех. «Беллиум омниум контра омнес». Поэтому вот такое двойственное описание государства, оно очень ярко представлено в книге Томаса Гоббса. И вот в данном случае «Левиафан», о котором говорится в этой киноленте, это государство современное, государство, в частности, Российской Федерации, в котором живут все главные герои этого фильма, и которые как раз сталкиваются с этой государственной машиной. Причем эта машина, она просто размалывает, истребляет полностью жизнь семьи главного героя. Это очень сильно выделенная, представленная мысль, которая, в принципе, эта ситуация могла быть в любом государстве мира, мне так кажется, даже в самых справедливых странах, все равно в той или иной степени присутствует коррупция. Но почему-то именно на русской почве это выглядело, по-моему, максимально ужасающе. Как вы считаете, можно ли назвать кинофильм «Левиафан» русофобским? Мне кажется, что нет. Когда я читаю у Дмитрия Голковского, что это был заказной какой-то антироссийский проект, который финансировали антироссийские силы из-за рубежа, какие-то влиятельные закулисы, которые хотели специально навредить имиджу России в мировом сообществе, мне кажется, что это уже некоторые перегибы. Здесь было просто стечение обстоятельств определенных. Что касается именно отношения к русскому человеку, то оно здесь абсолютно не является уничижительным. Я сужу по тому, какую реакцию возбуждает в зрители этот фильм. То есть мы не проникаемся ненавистью к персонажам этого фильма. Большинство из них у нас вызывают, наоборот, жалость, сострадание. Ну, конечно, за исключением отрицательного героя этого мэра, который является явным беззаконником, который нарушает все мыслимые вообще этические моральные нормы. Но вместе с тем мы понимаем, что такое вполне могло в жизни произойти. Во всей этой ситуации нет ничего нереального, ничего фантастического. Это могло произойти, и более того, сейчас в интернете именно как реакция на этот кинофильм приведено много реальных историй, весьма напоминающих ту, которая описана в фильме. Так что мне вспоминается в этой связи с одной стороны высказывание митрополита мурманского Симона, который сказал, что это честный фильм. Он говорит о том, что есть на самом деле. Он ничего не прибавляет, не приукрашивает. Это именно реальное отражение действительности. Ну, а с другой стороны вспоминается известная пословица «Нечего на зеркало пенять, если рожа крива». Такова наша жизнь. Вот она и описана в этом фильме. Как раскрыта проблематика церковная в данном фильме? Это довольно острая тема, которая уже стала предметом дискуссии. Некоторые православные активисты выступили даже за запрет показа этого кинофильма именно по причине того, что якобы там клевета на церковь и на государство, и на священнослужители. Но я думаю, что любой непредвзятый зритель, который видел этот фильм, может подтвердить, что нам в жизни встречались подобные люди, и в том числе и подобные священнослужители. К сожалению, есть реальная проблема в современном обществе. Это слишком тесная спайка между церковью и государством. Как показывает история, никогда церкви на пользу это не шло. Мы возьмем дореволюционную действительность, когда церковь была полностью подвластна государству, которая, с одной стороны, была покровителем для церкви, но, с другой стороны, это была такая подневольная жизнь священников, они были бесправны перед лицом этого государства, они были даже обязаны открывать тайну исповеди, если вдруг что-то слышали опасное для государственной власти, от человека, который каялся в своих грехах. Это все, конечно, было абсолютно неправильно. В советский период тоже государство пыталось всячески влиять на церковь посредством КГБ, но и сейчас, казалось бы, прошли уже те времена, когда государство было атеистическим, было богоборческим, но ситуация лучше не стала. Мы по-прежнему видим, что вот эта вот коррупция, она существует, она существует реально, и мы с ней так или иначе сталкиваемся. Здесь нет никакой гнусной клеветы. В этом плане я считаю, что было даже очень полезно, наверное, многим увидеть это все на экране, чтобы понять, что эта проблема реально существует в жизни. Имеет ли место в фильме постановка о проблеме нравственности? Да, конечно. Эта проблематика очень важна. И это, я бы сказал, вторая очень важная смысловая линия этого фильма. Дело не только в отношениях человека и государства, но и в отношениях людей между собой. Как остроумно заметил один из критиков, даже если мы представим себе, что не было бы этого вурдалака-мэра, который отнимает у людей несправедливо нажитое ими честно имущество, все равно жизнь этой семьи, она была бы довольно беспросветна и безрадостна. Мы видим, что постоянное пьянство, почти в каждом кадре присутствует бутылка водки, и сквернословие, и такие вот трения внутри семейных отношений. Даже более того, я бы сказал, что любой практически из наиболее значимых персонажей этого фильма, он нарушает ту или иную заповедь Божию. Скажем, главный герой, он представляет собой пример человека, который просто не почитает Бога. А это ведь есть первая заповедь закона Моисеева. Его супруга нарушает седьмую заповедь, она прелюбодействует. Его сын нарушает пятую заповедь, не почитает свою мать, пусть она даже и не родная мать, но тем не менее, он эту заповедь абсолютно нарушает. Друзья мэра, прокуроры, начальник милиции, они лжесвидетельствуют. Они нарушают заповедь девятую. Сам мэр нарушает десятую заповедь, потому что он возжелал имущества ближнего своего. Его подручные криминального плана совершают нарушение шестой заповеди, то есть они убивают эту женщину, Лилию Сергееву. Так что кого мы не возьмем, все люди запятнаны какими-то вполне определенными грехами. Так что вот это показывает именно внутреннее разложение общества, которое имеет место. Вот этот посыл, мне кажется, наверное, вообще самый главный в фильме. Государство, да, оно способно человека размолоть, уничтожить, но если человек внутри себя не имеет стержня, вот тогда особенно эта трагедия становится полностью безысходной, беспросветной. Потому что если бы этот человек был верующим, воспринял это именно как какой-то знак Божий для себя, как наказание за какие-то прежде бывшие грехи, например, то мы, по крайней мере, бы ожидали, что будет дальше очищение, будет дальше какое-то просветление, преображение. А так все заканчивается в полном мраке, в безысходности. И единственный светлый луч во всей этой ситуации – это то, что нашлись, по крайней мере, люди в окружении Николая Сергеева, которые, во всяком случае, взяли на себя просто по-человечески из бескорыстных побуждений заботу о его ребенке. Какова была реакция кинокритиков на фильм «С рубежом и в России»? Реакция была довольно различной. Если за рубежом этот фильм произвел настоящий фурор и уже получил столько наград, сколько давно не получал вообще никакой российский фильм, это ошеломляющий, неожиданный, ни для кого, наверное, успех. И я бы сказал, что все-таки во многом заслуженный. Да, конечно, в этом фильме есть некоторые довольно популистские моменты. Скажем, то, что постоянно водка, сквернословие, автомат АК-47, то есть такие вот клише, которые уже привычны для западного восприятия России, только медведя тут не хватало для полной картины. Но вместе с тем есть тут и очень глубокие интуиции, которые смогли рассмотреть те все-таки авторитетные члены жюри, которые давали все эти награды этому фильму. Что касается российской критики, то здесь очень неоднозначные осуждения, прямо противоположные. И зависит от того, к какому, скажем, общественному лагерю принадлежит тот или иной критик. Я не согласен с Кириллом Фроловым, который говорит, что это гнусная клевета, что это поклеб на современную российскую действительность. К сожалению, правды здесь действительно слишком много. Но вместе с тем я не согласен и с протодиаконом Андреем Кураевым, который считает, что этот фильм нужно показывать как предостережение. Предостеречь можно о том, что произойдет в будущем. Но этот фильм не о том, что может произойти, а о том, что уже произошло. Поэтому я бы сказал, что этот фильм на самом деле не предостережение, а обличение современной действительности, которая имеет место в России. Дмитрий, а как вы лично относитесь к фильму «Левиафан»? Моя реакция была неоднозначной. Мне вообще не нравится ни цезурная брань, ни в кинофильмах, ни в книгах. Поэтому мне это резало слух в течение всего просмотра. Но если это заретушировать, если бы это убрать из фильма, то мне кажется, что, конечно, очень много сильных сторон в этом фильме. И его в любом случае нужно посмотреть всем тем людям, которые хотят полноценно участвовать в современной культурной жизни. Ну и кроме того, поскольку всё-таки русская православная церковь непосредственно показана, пусть не с самой лучшей стороны в этом фильме, то я думаю, что и любому священнику тоже имеет смысл с этим фильмом ознакомиться. Ну и хотел бы ещё от себя заметить, что всё-таки один из персонажей, именно принадлежащих к духовенству, вот этот отец Василий, который является бедным, простым священником, он является всё-таки такой вот приятной отдушиной. Он показывает, что всё-таки не все священники коррумпированы в церкви, что есть всё-таки люди, которые служат Богу искренне, которые серьёзно изучают Священное Писание, которые стараются, по крайней мере, обратить человека к Богу, ко Христу. Спасибо Господи, отец Дмитрий, за интересную беседу. На этом, дорогие братья и сёстры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и Ангела-Хранителя. Субтитры создавал DimaTorzok